Быть учителем – это призвание. Эта профессия, требующая внимания и сосредоточенности на передаче знаний подрастающему поколению, будущим взрослым, которые впоследствии будут применять эти знания в своей жизни. Любовь к этой профессии зарождается чаще всего в юном возрасте, и этому предшествуют чьи-то поступки, чье-то поведение, которыми хочется восхищаться. Мы встретились с педагогом, любящим свою работу и преданной ей. Эту встречу мы приурочили ко дню учителя. Макпал Мухаммедова начала свою трудовую деятельность в 2008 году. После окончания Западно-Казахстанского университета имени Мухаммеда Утемисова в городе Уральск получила направление в Александровскую школу. Проработав там два года учителем русского языка и старшей вожатой, перевелась в школу-лицей номер 6 города Аксай. После шестилетней работы Макпал Муратовна получила приглашение в общеобразовательную школу номер 5. Учитывая семейные обстоятельства, работа в общеобразовательной школе номер 5 была очень кстати. Мне нравится очень работать учителем русского языка. Я эту профессию выбрала сама, осознанно. Еще в 8 классе я решила, что буду учителем именно этого предмета. Меня вдохновил на этот выбор, наверное, мой учитель русского языка. К сожалению, сейчас она умерла. Я до сих пор помню ее интересные уроки литературы, до сих пор применяю некоторые ее методы. Даже когда я училась в институте, она мне оказывала методическую помощь во время практики, помогала составлять уроки. Любая деятельность требует усилий и имеет свои трудности, считает наша собеседница. Работа учителя – это такая работа, требует всегда, наверное, вдохновения. Учитель должен всегда заниматься самообразованием, чтобы быть примером для учеников, чтобы был результат работы. Я считаю, что если человек любит свое дело, любит свою работу, то, естественно, будут хорошие результаты. Они у меня есть. Вот, наверное, в свою роду это сложная профессия. Это постоянно на свою семью, например, времени остается всегда мало, потому что все свое время, настроение, все отдаешь именно ученикам. Но это все я делаю как бы с любовью. Мне нравится эта работа. У меня два раза была возможность уйти в другую сферу. Но я не перешла. Я осталась работой в школе. И что я хочу отметить, что все равно наше государство для этого, для учителей, создает условия. Прекрасно знаете, да, что и зарплату поднимают, и какая у нас просторная, светлая школа, современные технологии у нас созданы для учителей. Вот, поэтому, то есть, именно мы, учителя, всегда находимся как бы на плаву, и поэтому грех нам жаловаться, потому что все равно все в наших руках. И как мы будем относиться к своей работе, это все зависит от самого учителя. И ученики это видят, они чувствуют, когда учитель относится к ним с любовью и действительно хочет дать им знания. Наверное, у таких учителей всегда будет результат. Благодарны ученики. Макпал Муратовна считает, что ее первый учитель оставил свой неповторимый след в ее душе и тем самым внесла свой вклад в становление ее личности и выборы профессии. Ханахат Харжанна действительно был учитель от Бога. Всегда были такие у нее интересные, содержательные уроки. Действительно человек, который вкладывал свою душу в нас, в учениках. У нее тоже всегда был такой вот высокий результат. Всегда было видно у нее. Ну, это я сейчас уже говорю с точки зрения профессионала, наверное, что действительно, наверное, не было таких моментов, чтобы она приходила неподготовленная. Начиная с внешнего вида, заканчивая, все было у нее действительно от походки, от речи, от ее начала урока, как она заканчивала. Вообще невозможно было не учить домашнее задание. Даже вот я вспоминаю свой класс, все равно основная часть класса, когда читали все произведения. И даже когда я учила в институте, я уже многие произведения не читала, потому что я уже знала это все со школы. Тот же «Война и мир», например, или «Преступление и наказание», именно такие объемные произведения. И, наверное, те знания, которые я от нее получила, мне помогало в институте учиться легко. Мне и в институте было легко учиться. Как раз мы первый год, наш выпуск, 2004 год, мы сдавали ЕНТ. Я взяла литературу, и она меня готовила индивидуально. Все свое свободное время посвящала мне. И приглашала даже к себе домой. Допоздно держала меня, например, чтобы действительно она прям желала, чтобы я поступила. И даже думала, что я, наверное, приеду туда работать, в свою родную школу. Но так учила, чтобы в распределение попало в Бурлинский район. Так и осталась здесь уже 15-й год. Ученики Макпал Мухамбетовой радуют своими успехами учителя и родную школу. К примеру, на республиканском конкурсе «Эссе в мире профессии» Ее ученица Вероника Бирдник, заняв первое место на областном этапе, приняла участие на республиканском этапе, где заняла второе место. По предметным Олимпиадам Эльвира Сарбаева на областном этапе Малой Олимпиады заняла второе место. Валентина Кварц также заняла второе место на областном этапе Олимпиады по русскому языку. В завершении встречи наша собеседница пожелала коллегам творческого подъема, успешного учебного года, сил и желания шагать в ногу со временем, крепкого тыла и семейного благополучия. Майя Амирова, Азамат Бабагужиев, телестудия Карачаганак.